привет мои дорогие друзья меня зовут дима вы на канале последнее время сегодня хотят бы вместе с вами по писанию поразмышлять о наших глазах у нашем глазе в нашем глазе чистое лену или грязно это очень важно особенно в контексте размышлений наших о последнем времени друзьям ну что скоро придет господь наш иисус христос каком состоянии у нас за станет это наш выбор это наше посвящение правда друзья хотим ли мы чтобы господь пришел и мы занимались грехами нашими или повседневными заботами или в суете были или в похотях были ли в ненависти были как господь нас застанет когда придет или же мы хотим чтобы господь нам сказал молодец добрый и верный раб войди в радость господина твоего или может быть он скажет вам отойдите я не знаю вас откуда вы отойдите от меня делающие беззаконие я никогда не знал вас друзья это наш выбор как вы хотите чтобы господь нас застал какой глаз у нас будет мы сегодня поговорим о чистом оке давайте откроем место из писания это евангелие от матфея 6 глава 22 23 стих зачитаем и по размышляем как всегда светильник для тела есть око глаз и так если око твое будет чисто в греческом написано простым то все тело твое будет светло сегодня я делал белую рубашечку вернее белую маечку даже не думал в принципе так совпало честно скажу может быть это будет хорошим для нас наглядным напоминание что тело наше должно быть светлым как и глаз итак если око твое будет чистым то все тело твое будет светлым если же око или глаз твой будет худым или злым злым то все тело твое будет темным итак если свет который в тебе эта тьма то какова жить ма друзья это очень интересное место из писания иисус нас чему-то хочет здесь научить мы еще в контексте еще одно место прочтем интересное глаз наш глаз воспринимает свет согласитесь если бы у нас в мире была тьма непроглядная то зачем нам тогда глаза глаз воспринимает свет и может отличать свет от тьмы если темно глаз сигнализирует нашему мозгу темно включи свет ну что ничего не видно куда идти если светло то и хорошо глаз говорит нам и нашему телу и нашему мозгу что светло и когда светло нам хорошо согласитесь глаз воспринимает как свет так и тьму здесь не идет речь больше о буквальности скорее всего здесь образная речь друзья помните похоть плоти похоть очей гордой житейская похоти плоти в похоти очей желание плоти и желание наших глаз что задействовано глаз 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 и греховная наша природа но глаз он смотрит он виновником может быть этот глаз есть мнение что под глазом человека в данном случае а говорится о намерениях человека возможно то есть другими словами если эти намерения будут чистыми и правильными то и все наши дела исходящий из наших намерений тоже будут хороши намерение о чем мы думаем куда мы смотрим что мы делаем глаз то орган который находит свет и через свет вернее через глаз свет про не имеет доступ всему нашему телу есть мнение что существует некое духовное око я сейчас не говорю тому вот этим мистицизм и там третий глаз и так далее но духовном смысле этого слова есть духовные глаза согласитесь через который входит духовный свет помните бог есть свет если мы пребываем в боге мы пребываем в любви иисус говорит я и свет миру потом он говорит вы свет понимаете это все взаимосвязано в нашем изучаемом отрывке говорит вы свет иисус говорит я свет миру и потом говорит вы свет потому что мы находимся во христе не может укрыться город стоящий наверху горы да и свет он не прячется под кровать оставится на подсвечник чтобы всем в доме освещал и свет ценится только тогда когда вокруг тьма согласитесь если солнце ярко это зачем свет включать в нужда в свете нет нет нужды в свете когда солнце ярко светит но когда наступает вечер мы включаем свет как сейчас я включил свет который освещает меня если я его выключу вы меня практически не увидите понимаете это духовные глаза и они должны быть чистыми так же как и физические глаза по сути дела можно это применить и туда и обратно они освещают глаза через глаз входит света и освещает всю мою личность и так духовный глаз мой должен быть чистым иначе свет не может входить понимаете иначе свет не войдет и внутренний человек живет во тьме понимаете если если мой глаз духовный глаз будет темный то есть не не будет возможности чтобы свет проникал то есть я вот так закрою глаза то тогда весь мой человек внутренний будет жить во тьме то есть во зле если глаз видит хорошо и четко чисто то он наслаждается всеми красками а если человек например дальтоник который не различает цветовой гаммы или же близорукий да он не видит далеко дальнезоркий видит далеко но не видит близко все расплывается или вообще у человека может быть болезнь глаз он не может различать ни фигур ни цветов у него уже все знаете в пелене тоже в духовном мире друзья тоже в духовном мире тусклый помраченный больной глаз любит больше созерцать земное для него тяжело смотреть на яркий свет на небесное когда делают операцию на глазах говорят лучше на свет не смотрите какое-то время понимаете человек который живет во тьме для него свет это как наказание он не может смотреть на свет у него глаз начинает резать свет не любят тараканы и крысы когда вы включаете свет у себя в ванне или включали когда я помню в советском союзе были тараканы бегали то что они при виде света сразу их как не бывало так же и крысы в подвале если вы включите прожектора резко то вы увидите всю картину что там происходит понимаете греховный человек не идет на свет а чистый человек наоборот идет на свет и тянется к нему итак если свет который в тебе тьма то какова же тьма друзья здесь метафора которая основывается на развлечении на разной степени тьмы начинает недостатка света сумерек и кончая полным мраком полным погружением во тьму глаз не здоров противно здоровому глазу то что мы только что изучили и тело освещается только отчасти если глаз не здоров то есть частично если глаз не здоров то глаз видит только воспринимает отдельные части у него может создаться неверное впечатление о реальности понимаете если глаз не здоров спросите до близоруких людей или дальнизорки и здорового человека спросите у него полное наслаждение жизнью потому что он видит детали он видит птичек на деревьях он видит листочки как они выглядят на деревьях а близорукий человек видит только дерево и немножко там что-то там висит на дереве он даже не может понять что там висит понимаете поэтому человек который в духовном смысле этого слова близорукий или больной глаза у него то он не может верно судить о духовном и вообще воспринимать этот мир если твой внутренний свет это тьма то есть у тебя глаз больной и ты воспринимаешь то что ты воспринимаешь так как оно есть если твой ум другими словами лишен способности разумения то тебе уже никто не поможет помните как написано ты предал их бог превратному уму делать непотребство поэтому друзья важно хранить свой глаз в чистоте это не значит что мы должны глаз мыть умываться здесь не буквальный смысл а духовное значение еще одно место давайте зачитаем Евангелие от Матфея 5 глава с 28 по 30 стих а я говорю вам что всякий то есть любой человек кто смотрит на женщину с вожделением с желанием переспать с ней или с представлением каких-то картинок похотливых порнографических да уже прелюбодействовал с ней в сердце своем как интересно если в Ветхом Завете наказывались за то что ты прелюбодействовал физически то здесь Иисус усиливает закон говорит если ты только подумаешь посмотришь ты уже прелюбодействовал представляете насколько серьезно быть христианином и ответственно пред Богом и людьми если ты только посмотришь ты уже прелюбодействовал значит ли это что нам нельзя смотреть на женщину нет на женщину смотреть можно но когда ты смотришь на женщину пусть твой глаз будет чистым пусть твой глаз будет чистым А если ты чувствуешь, что ты соблазняешься или скушаешься, убирай глаза. Как Иаков, когда его соблазняла жена Патифара. Что он сделал? Он убежал. Даже одежда, насколько я помню, осталась в ее руках. Она его схватила за одежду, он вот так вот быстренько снял ее и убежал. Одежда только осталась у нее. Она хотела с ним переспать и он убежал. Понимаете? Если есть такие ситуации, когда вы не можете сдержаться, то лучше закрывайте глаза, убирайте глаза или уходите, убегайте. Потому что грех – это серьезные вещи. Грех – это очень серьезная вещь. Тем более грех блуда и прелюбодеяния. Недаром апостолы совещались с язычникам, сказали воздерживаться от блуда христианам, язычникам. Потому что есть эта проблема в язычестве. Есть. И не только в язычестве. Итак. Посмотрел на женщину с вожделением, с желанием переспать с ней, с желанием – все, ты прелюбодействовал, тебе нужно идти домой уже каяться. Слова Иисуса. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви и бросит себя. Видите, как интересно. Глаз. Опять речь идет о глазе. Но тут уже немножко в другом обороте. Если глаз твой соблазняет. И вот он в контексте говорит, когда ты смотришь на женщину. Глаз твой соблазняет. Что тебе нужно сделать? Вырвать его. Понятное дело, не в буквальном смысле этого слова. Не начинайте сейчас вырывать свои глаза. И то, что я вам говорю. Отвернитесь. Или уходите, убегайте. Но ни в коем случае не позволяйте завладевать похоти ваш разум через ваш глаз. Когда вы смотрите что-то по телевизору. Переключайте канал. Не смотрите порнографию там или вот такие вот вещи. Сейчас это сплошь и рядом. Сейчас достаточно кнопку одну нажать в интернете, и вы уже на порнографическом сайте. Не делайте этого, друзья. Это грех пред Богом. Это блуд. А если вы женатый человек, и делаете это, вы нож в спину брака вставляете. Понимаете? Вы грешите за спиной у жены своей. И Бог же все это видит и будет вас судить. Это серьезные вещи. И у вас будут проблемы потом в браке. Один раз посмотришь. Второй раз посмотришь. Третий раз посмотришь. Всякий делающий грех есть раб греха. Потом ты чувствуешь, что ты уже не можешь без этой порнографии жить. Каждый день уже ее смотришь. Понимаешь, друг? И все. Твоя жизнь начнет разрушаться из одного вот такого падения. Из-за щечевичной похлебки ты меняешь. Ты продаешь свое спасение во Христе. Друг, зачем? Остановись. Разрушается твоя жизнь, разрушается твоя семья, разрушаются отношения везде. Все начинается с того, куда ты смотришь, чем ты занимаешься. Поэтому, друг, это очень серьезное предупреждение от Господа нашего. Вырви глаз и брось от себя. Мало того, что ты должен вырвать его, глаз этот, и не положить, знаете, в стаканчик или там на стол и любоваться глазом и ждать момента, когда опять этот глаз назад вернуть. Нет, Иисус говорит, вырви его и выброси от себя. Выбрось этот глаз. И даже не возвращайся к этому глазу. И дальше что Иисус говорит? Лучше для тебя быть одноглазым. Пусть лучше погибнет один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гену. Другими словами, ты можешь быть с двумя глазами, пойти в ад. Но тебе лучше пойти в рай инвалидом без одного глаза, но пойти в рай. Понимаешь? Дальше то же самое говорится о руке. Если твоя правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. То же самое с рукой. Рука хочет воровать, рука хочет бить, рука тянется блудить. Вырви его и отбрось эту руку, и даже не возвращайся к ней больше. Даже не смотри на ту руку, что ты отрезал и выбросил. Все. Ты теперь новый человек во Христе. Все. Твоя жизнь сокрыта во Христе. Твоя плоть, твое тело распята уже. Мы как-то, может, поднимем тему римлянам. Шестая глава. Почитайте, пожалуйста. Очень хорошая глава. Послание апостола Павла к римлянам. Там, где написано, что наше тело греховное уже распято с ним. Распято в прошлом. Друзья, я не призываю вас буквально пилить ваши руки и вырывать глаза. Просто не смотри туда, куда не следует. И не делай того, чего не следует. Все просто. Пусть лучше погибнет твой глаз, ты останешься инвалидом. Пусть лучше погибнет твоя рука, ты останешься безруким человеком. Тебе лучше войти в рай инвалидом, чем здоровым человеком пойти в ад. Тебе может быть плохо без этих греховных желаний. Ты себя ущемляешь, ты отказываешься от этого ради познания Христа. Но это для тебя лучше. Это лучший путь, это Божий путь. Воля Божия есть освящение ваше, написано. Чтобы вы воздерживались от блуда. Ясно и четко говорит Писание нам. Воля Божия в чем? Чтобы мы воздерживались от блуда. Призвание наше в чем? В чистоте и святости. Вот о чем говорим мы в этом размышлении. Поэтому, друзья, храните свой глаз и свое тело чистым. Вплоть до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Он скоро придет. До следующей встречи. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!